Конечно, пилинги вы не подбираете себе сами, потому что только врач-косметолог, оценив ситуацию, состояние вашего здоровья, аллергические реакции и состояние кожи, может понять, какой пилинг вам лучше, потому что у вас может быть не просто проблемная кожа, она еще склонна к сосудистым, допустим, расширениям и к пигментации, или кожа склонна к поствоспалительной пигментации, то есть пигментные пятна, которые образуются после высыпаний. Это может быть морщинистая кожа, возрастная кожа, тоже, допустим, склонна к высыпаниям, или без высыпания, но пигментные пятна. То есть вариаций на самом деле огромное количество. Так же, как и пилингов, сейчас огромное количество. Это и салициловые, и салициловые – это вот один из, это и фируловые, миндальные, перекс-133, джестнера, то есть там вариантов много. И иногда мы делаем курс, сочетаем эти пилинги, то есть не обязательно у вас курс должен состоять только из салициловых пилингов. Вот 6 салициловых пилингов и всё. Нет, абсолютно это не так. Это может быть, допустим, 3 салициловых, 3 джестнера, это может быть 3 миндальных, 3 PRX-T33. Вариантов миллион. И каждый раз с каждым пациентом мы выбираем свой курс, который будет эффективен именно для него. Есть критерии, по которым можно понять, какой пилинг подойдёт тому или иному человеку, даже учитывая хотя бы элементарную чувствительность кожи и болевой порог этого пациента. И возможность или невозможность ему ходить с шелушением в течение реабилитационного периода, иногда это 2 дня, иногда это 2 недели.